Этой весной Lexus обновил бизнес-седан ES. Правда, снаружи распознать послереформенную версию смогут лишь истинные фанаты марки. Она отличается свежим рисунком решётки, да немного подретушированной оптикой. Разбирая ретуш интерьера, можно подметить, что экран медиасистемы выехал немного вперёд, сместив ниже дефлектора вентиляции. А всё потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Под капотом свои новшества. Двухлитровый атмосферник сдался более современному аналогу такого же объёма. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жёсткие распорки задней подвески добавить стабильности при резких перестроениях. Перекалиброванный усилитель тормозов гарантирует более прогнозируемое усилие на педали. Кстати, сама педаль обзавелась более надёжным креплением и крупной накладкой. Вроде мелочи, но правильные. Для драйверского исполнения F-Sport впервые предложен специальный пакет, что включает адаптивные амортизаторы и дополненные режимы ездовой электроники. Наконец, седан обзавёлся улучшенной версией комплекса безопасности Lexus Safety System Plus. С ценами вышла прелюбопытнейшая история. В августе, анонсируя начало поставок, Lexus хотел было просить за седан 3 миллиона 400 тысяч рублей. Но буквально через пару дней после релиза скостил цену на добрую сотню тысяч. А зря. Сейчас, когда продажам дали официальный старт, выяснилось, что ЕС будет стоить 3,5 миллиона. Что же, автомобили сейчас дорожают, и японский премиум не стал исключением. Следующая новость от другой японской марки – Nissan. Компания сообщает, что американский завод начал выпуск кроссоверов Pathfinder для российского рынка. Брутальный дизайн определённо пошёл модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Радикальная смена стиля состоялась и в салоне. Вместо округлых форм дизайнеры перешли на плоские поверхности и ломаные линии. Для нас приготовлены четыре комплектации, при том база включает семь аэрбэгов, трёхзонный климат, хорошую медиасистему плюс обогрев лобового стекла. Мотор на радость экономам немного дефорсировали, но девятиступенчатый автомат и полный привод остались неизменными. Продажи стартуют после Нового года, но, скорее всего, завернувшийся пафик придётся отстегнуть под 4 миллиона рублей. Продолжение следует...